Рабочая группа Федерального агентства стратегических инициатив провела заседание в Ханты-Мансийске. Мероприятие провели в рамках фестиваля креативных индустрий «Креометрия». Место для проведения встреч выбрали не случайно, ведь Югра – это первый регион страны, где приняли закон о развитии креативных индустрий. Эксперты из разных областей бизнеса, науки и менеджмента делились идеями развития оранжевой экономики региона, а также обсуждали возможность масштабирования опыта Югры на федеральном уровне. Резолюция заседания определит дорожную карту рабочей группы. Очень символично, что именно Югра стала стартовой площадкой. Нам это очень приятно. Мне кажется, что Север еще полностью не раскрыл свой потенциал. Это, прежде всего, богатейшие силы природы и глубочайшее наследие. Те коренные народы, которые проживают исконно на этой земле, они несут очень важный потенциал для устойчивой, гармоничной экономики и жизни будущего. У творческих югорчан есть реальный шанс получить финансовую поддержку своего проекта. Накануне в Ханты-Мансийске в рамках форума креативных индустрий участники региональных и федеральных грантовых конкурсов встретились с генеральным директором президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым. Он рассказал о критериях отбора проектов, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку, а также разобрал успешные заявки и самые распространенные ошибки при подаче документов. К слову, фонд культурных инициатив запустил уже второй конкурс на реализацию культурных и креативных проектов. Подать заявку можно до 20 января будущего года. Роман Карманов отметил, что у югорчан есть все шансы на победу. Люди очень хорошо знают, что креативная индустрия – это перспектива. Регион передовик. Здесь приняты первые законодательные акты, которые напрямую влияют на развитие креативных индустрий. И поэтому то, что мы находимся именно здесь, и обсуждение развития креативных индустрий происходит именно здесь – это закономерно. То есть это один из регионов-лидеров. Югорский яйц стал победителем выставки «Питерфуд-2021». Международная выставка продуктов питания прошла в Санкт-Петербурге и собрала 150 участников из 14 стран. В ней приняли участие и югорские компании «Регион Ка» из Кандинского района и Санта-Мария из Нижневартовского. Отметим, что наши продукты получили золото сразу в двух номинациях – «Инновационный продукт» и «Наша марка». В Югре определились самые спортивные муниципалитеты. Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийск, Югорск и Урай, где большая часть населения регулярно занимается спортом. А вот на последних местах оказались жители Сургута и Нефтьюганска. У них есть все условия для занятий спортом, но местные жители неохотно занимаются физкультурой. Отметим, что исследования провели новостной портал «Югра-Ньюз» и окружной департамент физкультуры и спорта. В 2022 году отменят поезд Нижневартовск-Москва. Известно, что этот маршрут пользуется низким спросом среди покупателей железнодорожных билетов. Поэтому уже после новогодних каникул его закроют. Отметим, что помимо этого рейса компания сократит периодичность или полностью закроет курсирование по России еще 44 пассажирских поездов.